Здравствуйте, это библейский портал Экзегет, с вами священник Стахико Латвин, и сегодня мы с вами разберем один единственный стих из Священного Писания. Потому что каждое слово Евангелия — ценность, каждое слово Евангелия — это сработничество человека и Духа Святого, и каждое слово Евангелия может послужить нашему спасению. У каждого из нас всегда есть любимые отрывки, любимые места, любимые притчи, любимые поучения Спасителя, но порой мы не замечаем других евангельских мест. И даже в своем любимом поучении Спасителя мы не уделяем внимания деталям, а эти детали, возможно, несущественные в какой-то спокойный момент нашей жизни, их понимание, их осознание, приятие в свое сердце помогут нам в какой-то уже более сложный момент, более сложного выбора, более сложного для принятия решений или более сложного для реализации в жизни на фоне несовершенства окружающего мира. Итак, Евангелие от Матфея, 5 глава, 37 стих. «Но да будет слово ваше, да, да, нет, нет, а что сверх этого, то от лукавого». Господь ведет Нагорную проповедь. И, конечно, вырывать из контекста один стих не имеет смысла, Господь показывает новую реальность спасения людей по сравнению с Ветхим Заветом. И на протяжении своей проповеди Господь постоянно анализирует, берет некоторую цитату из Ветхого Завета и показывает, как сделать следующий шаг. Точно так же здесь, конечно, контекст вот этого отрывочка проповеди Спасителя — это клятвы и обещания. Древние иудеи, они, конечно, опасались клясться именем Божьим, но старались употребить какие-то эпитеты, старались какие-то связанные вещи и с помощью них поклясться для того, чтобы придать уверенности слушателю в их собственных словах. Почему это было необходимо ему делать? Да потому что без вот этих клятв эти слова не стоили вообще ничего. А в договорном обществе, в обществе, где были налажены такие развитые экономические связи, конечно, без какого-то договора это сейчас вот там подписал, подпись поставил там у нотариуса, заверил. Ну а в древности это крепкое купеческое слово, а вот это купеческое слово и подтверждалось какой-то клятвой. Но Господь показывает, показывает, что от христианина требуется больше. Не потому что Господь говорит, ой, можно не давать обещания, ну просто не обещай, не клянись, все, что хочешь делать, твое слово ничего не стоит. Конечно, можно истолковать и так, и пойти по пути погибели, по пути лжи, потому что отец лжи — это дьявол. И в таком случае, в конце времен, если мы по пути лжи пойдем, то в компании отца лжи окажемся в тьме кромешной, где же плачь искрежет зубов. Если все-таки мы идем по пути истины, идем вслед за Христом, Господь показывает нам, что очень важно сбросить этот лишний груз. И, собственно, этот стих, он об этом. На пути спасения нам приходится непросто. Скажется, ой, сколько заповедей, какие они тяжелые, как вот непросто это сделать, в максимальной степени непросто, да и даже приблизь-то непросто. И Господь говорит, ты, главное, иди за мной, ты, конечно, держи свои обещания, но не нагружайся дополнительно. Если христианин сказал да, если христианин подтвердил свою решимость, то, конечно, уже не нужно ничего больше изобретать, не нужно никак клясться. Все, слово христианин, потому что каждое слово христианина освящено. Для язычника это было не так. Для язычника вот разделение вот есть сакральное, есть профанное, есть то, что священно, и к этому надо с трепетом относиться. А есть, ну что, так, ни шатка, ни валка, ну, без этого как-то и обойтись, можно через это переступить, можно. Но каждое слово христианина посвящено Христу. Вот мы молимся на службе, и весь живот нашу Христу Богу предадим, и всю жизнь нашу Христу Богу предадим. То есть мы посвящаем Господу не какой-то кусочек жизни, вот мы в храме помолились, и этот кусочек жизни Господу посвящаем, а посвящаем вообще всю жизнь, каждое наше дыхание, и, конечно, каждое наше слово. И поэтому не нужно свое обещание ничем подкреплять. Однако даже такое неподкрепленное никаким клятвам обещание у христианина должно быть незыблемым. Куда более незыблемым, чем многочисленные клятвы и заверения, которые человек языческой склонности может дать. Точно так же Господь, однако, не говорит, что вот всегда ваше слово будет «да-да», что христианин должен со всем соглашаться. Нет, в каких-то ситуациях христианин не должен потакать и должен сказать «нет, если нет, то нет, я с этим не согласен, я не буду это делать, мне это чуждо». Это чуждо пути, к которому Господь меня призвал. Помимо этого, все, Господь говорит, это впадение в лицемерие. Тут, конечно, уже возникает другой вопрос, ну, то есть надо быть таким правдорубом, вот тут говорить «да-да», тут «нет-нет». Ну, во-первых, Господь говорит, что за каждое слово все-таки, раз мы ответим, то нужно, в принципе, думать, говорить что-то или нет. Вот Господа, например, вспомним, как привели к нему женщину-блудницу и хотят, чтобы Господь благословил ее будущих убийц, чтобы они ее побили камнями, а Господь брал и молчал. И только после настойчивых уговоров, ну, вот он и сказал, кто без греха первый бросит ее камень. Господь не отвечает на вопрос «вот как там по закону надо поступить?». Да, там первосвященник на суде, на неправедном суде над Господом, Спасителем, абсолютно святым и любящим, которого обвиняли в разных ужасных вещах. Что там тоже первосвященник говорит «вот что ж ты молчишь?», потому что Господь не отвечает, Господь молчит. Да, можно было бы тут сказать «нет», Господь должен был сказать «да-да». Первосвященник же спрашивает «ты, Мессия, ты скажи нам, ну, мы за тобой пойдем, мы свернем римлян, мы захватим весь мир, мы тебе поклонимся». Но Господь не говорит тут «да-да» или «нет-нет», но где-то тоже молчит. Это нам тоже некоторые указания третьего пути, что вот есть «да-да», «нет-нет», а все остальное лицемерие, за исключением молчания. Потому что какие-то ситуации для того, чтобы потакать чему-то окружающему мнению, мы можем там, ну, там, посоглашаться или там заодно там как-то покивать в отрицании или как-то что-то утаиться. Нет, лучше промолчать, лучше промолчать, чем чего-то сочинять для красного словца. Вот порой не хочешь раскрывать своим друзьям, ну, какую-то свою проблему. Они все равно на золево спрашивают, можно сказать «дружище». Ну, неохота мне сейчас об этом говорить, давай закроем тему. Тут, может, от него вот так все друзья отвернутся. Нет, настоящий друг подождет. Или настоящий друг поймет, что нет, это слишком лично, не стоит об этом говорить. Там, например, люди проходят какое-то обследование, тяжелый, может, диагноз какой-то. И тоже «ой, ну что там, что тебе, врачер, сказали». Нет, не хочу я об этом говорить. Друг, подожди. Если настоящий друг, он подождет. А если это человек, который просто вот, ну, хоть и рад общаться с тобой и счастлив этому, но ради того, чтобы какую-то информацию почерпнуть, дальше ее потом распространить, вот какими-то этими сплетнями все обросло, то настолько ли нужно ли это общение? Может, Господь через твердость в исполнении в этой заповеди как раз чуть-чуть просеет. Просеет и действительно останутся вокруг тебя люди, которые будут тебе счастьем и в горести, и в радости. Будут тебе счастьем то, что они тебя поддержат в горести. Будут тебе счастьем то, что они разделят твою радость. Они будут искать чего-то другого, какое-то лукавство. Вот когда мы молимся, «Отче наш», мы говорим, «Избави нас от лукавого». Вот потому что лукавый, он не говорит Адаму и Еве. Вот съешьте с древа познания добра и зла, и тогда вы будете, попадете в тему кромешную, держи плач и скрежет зубов, а перед этим еще будете в этой земной жизни мучить гибель своих детей, когда один другого кай-навилю убивает. Нет, ничего об этом стана не говорит. Он говорит лукаво, да? Говорит, что вот станете, поймете, что такое жизнь и смерть, станете как бог. То есть вот в чем-то, в чем-то крупица истины, и на ней много лжи. Если вот мы точно так же и думаем, даже из самых лучших побуждений, что мы возьмем крупицу истины и много лжи выльем, то обязательно эта ложь истину растворит. Наша же задача — истины придерживаться. Однако мы на этом не заканчиваем же изучение Евангелия, и дальше видим, что Господь говорит и о любви, и о любви к врагам. Поэтому эту заповедь все-таки надо соизмерять со всем евангельским мучением Христа. И когда Господь говорит действовать по любви, то тоже где-то по любви, тоже вот когда мы говорим да или нет, мы должны подумать, оскорбит ли это человек, заденет, сможет ли он выдержать это. Но тоже если он не сможет выдержать, то мы не должны его обманывать, мы должны ему дать какие-то слова утешения. Если человек берет и как-то он неправ, то мы должны ему сказать, да, ты неправ. Однако если человек, мы понимаем, что сейчас у него тяжелая жизненная ситуация, то да, мы должны будем обличить его неправоту, но чуть позже. Подожди, обними, укрепи его, дождись, пока он придет в норму, дождись того момента, когда человек будет иметь силы для исправления, и только тогда подойди и уже скажи ему о его неправоте. Это будет настоящий поступок любви, который не противоречит это евангельскому стиху. Кроме того, как и каждый евангельский стих, этот евангельский стих надо применять прежде всего не к другим, а к себе, потому что сказать, ой, там вот как-то лукавит, ой, тут ни да, ни нет сказал, и как мне быть, как мне с такими людьми общаться? Мы исправляем не мир вокруг себя, мы исправляем себя, несмотря на окружающий мир. Господь нам дал примеры, примеры своей жизни. Как он реализовал вот эти ответы, да и нет в своей жизни, это мы увидим в дальнейшем при чтении всего Евангелия, его общении с фарисеями, с саддукеями, которые задавали ему коварные вопросы, которые пытались его подловить, но Господь везде, не погрешив против истины, без всякого лукавства, смог им найти ответ. Поэтому для того, чтобы правильно реализовать этот стих в своей жизни и через него наследовать путь в Царстве Небесном, путь Христа, который говорит, я путь истинной жизни, надо остановиться не только на этом стихе, но и дальше. Дальше читать Евангелие, смотреть, как Господь, с изобретательностью, с четкостью, но с большой любовью общается и с фарисеями, с саддукеями, со всеми нами грешными, и все равно всех ждет на пути спасения.